В прошлом месяце инфляция была чрезвычайно высокой почти во всем мире. В странах еврозоны она составила более 8%, а в США приблизилась к 9%. В Эстонии же в мае выросла на ошеломляющее 20%. Если инфляция продолжит стремительно расти, то это повлечет за собой катастрофические последствия для всей экономики. У нас большая часть роста индекса потребительских цен приходится на энергоносители и продукты питания. Первая причина, по которой у нас рост цен идет быстрее, чем в среднем по еврозоне, например, в Финляндии, может заключаться в том, что у нас рост зарплат идет быстрее и сильно стимулирует спрос. Вторую причину можно назвать статистической. Если мы посмотрим на индекс нашей потребительской корзины, то энергия и продукты питания занимают большую часть, чем в еврозоне или в той же Финляндии. Очевидно, многое будет зависеть от того, решит ли новое коалиционное правительство бороться с ростом инфляции и как оно будет это делать. Конечно же, со стороны правительства есть желание кого-то поддержать. Здесь надо понять, что можно идти разумными путями. Поддержать тех людей, которые просто подверглись шоку от выросших цен. Или же правительство предпримет шаги по сдерживанию роста цен. Если главной целью является прямое сдерживание инфляции, то наиболее очевидный эффект даст ограничение цен на энергоносители. Это след облегчения. Но в том случае, если высокие цены на электроэнергию сохранятся длительное время, нет особой разницы, будем ли мы оплачивать счета как потребители или как налогоплательщики при уплате налогов. В любом случае, не все зависит от нас. Мы привязаны к экономике ЕС, к импорту, да и со сложной геополитической ситуацией. Каждый день живем, как на вулкане. Но в любом случае, сейчас лето, можно немного отдохнуть от высоких коммунальных счетов. Лена Туровская, Март Эйнгло, Новости Таллина. Дорогие зрители новостей Таллина, мы очень старались весь год держать вас в курсе последних новостей политических, экономических, о том, что происходит в сфере образования и медицины. Мы не забывали, конечно, про ботанический сад и про зоопарк. Рассказывали вам последние новости и отсюда. Мы прощаемся с вами совсем ненадолго, до августа. И потом продолжим делать все то же самое. А пока желаем вам радостного, солнечного и веселого лета. Продолжение следует...